здравствуйте дорогие друзья с вами программа доктор плюс я ее ведущий владимир яровой сегодня у нас гостях терапевт нашей поликлиники канон масимов и мы будем обсуждать очень интересную тему это под агро это очень древнее заболевание которое ну скажем так прослеживается с глубины веков и оно было скажем распространено в определенном слое людей то есть достаточно богатых и они в основном болели бедные люди как правило не болели под агрой ну вот мы сейчас спросим у специалиста что нам расскажет об этом заболевании добрый день владимир владимирович добрый день уважаемые телезрители небольшой экскурс виде предыстории так называемая болезнь аристократов или болезнь королей панова хворь панова хворь именуемая в народе верно подагра подагра одно из грознейших скажем заболеваний того периода периоды средневековья болели верно как правило это такие высокопоставленные люди на тот момент как феодалы сказать что они же совершенно эти слои населения совершенно по-разному питались да если мы возьмем людей от земли они питались в основном растительной пищей и очень нередко ели скажем там мясо или что-нибудь другое то аристократия ела основное мясо и практически не ела ничего от земли фатагра буквально в переводе с латинского языка обозначает капкан для ног что это значит представляет собой данное заболевание нарушение обмена и синтеза мочевой кислоты мочевая кислота это содержащая азот вещество с низкой молекулярной массой являющиеся финальным продуктом деградации входящих состав рибонуклеиновый и дезоксирибонуклеиновый кислот клеток пуриновых оснований мочевая кислота представляет собой что это непосредственно продукт обмена пуриновых азотистых соединений в нашем организме азотистые соединения это в основном у нас белковые именно так протеины белковая составляющая исходя из рациона питания верно как мы подчеркнули виду преобладания в рационе питания это употребление а точнее злоупотребление алкоголя неважно всех видов даже слабый алкоголь относится и употребление большего количества мяса а это правильно это высокое содержание уровня белка то приводит к тому что в нашем организме данные белковые соединения оказывают уже не положительную роль а виду избытка оказывают пагубное токсическое воздействие на нарушение что в первую очередь расстраивается как данным заболевание как правило явление характеризуется тем то что откладываются соединения в виде кристаллов называемых моноуратов солей чаще всего страдает это постно суставная хрящевая ткань как правило это суставы суставы это ну это скажем так для клинического проявления да а что начинает первую очередь нарушаться то что почки перестают выводить эту кислоту уже в том объеме в котором она не может уже справляться организм с этим верно повышение уровня мочевой кислоты в крови соответственно вследствие того что до нарушается работа почечной деятельности в организме исходя из этого фильтрационная способность снижается и приводит к образованию вот данных токсинов и впоследствии они разносясь с кровотоком оседают непосредственно в тех местах в которых они локализуются то есть это суставная ткань как правило это коленные суставы могут быть также суставы на стопе то есть это мальчик и мелкие суставы такие руки это они приобретают определенную форму подагрического человека его легко увидеть если есть классические проявления то они видны ключевым аспектом виде проявления данного заболевания существует такой термин как подагрический тофус тофус переводе обозначает узелом подагрический тофус отложение кристаллов мочевой кислоты в мягких тканях в виде своеобразных гранулем при подагре тофусы обычно локализуется в подкожной клетчатке над суставами кисти и стопы локтевых суставах и ушных раковинах на разгибательной поверхности предплечий бедер голени ахиллесовых сухожилий на пятках ног на лбу то есть как мы отмечаем при пальпорторном осмотре то есть осматривая суставы мы отмечаем что образование подагрических узелков то есть под кожей увидим видимую деформацию которая впоследствии до регионологически подтвердится и ищем у нас связаны а связано с тем то что соли виду того что откладываются до вследствие нарушения синтеза они способствуют тому кто то что способны соединяться и образовывать эти кристаллы то есть грубо говоря начинается все от малого когда остаток данном случае от субстрата мочевой кислоты прикрепляясь к ткани он остается на ней и спустя определенное время когда болезнь прогрессирует то происходит наслоение наслоение и вследствие на изменяется виды изменяется хрящевая ткань суставная и приводит к тому что происходит так называемая деструкция то есть теряет эластичность по простому мы скажем так что образуется кристалл а кристалл он острый острый и он своим вот этим вот вы представьте что у вас внутри там находится кинжал который вот режет постоянно вот эту вот ткань и она воспалена до это образуется вот этот вот как раз узелок да и исходя из этого так как верно развился патологический процесс в нашем организме идет раздражение то существует триада активного воспаления что это правильно это отечность в суставах второй момент это температуре то есть температура в коленях правильно на фоне воспаления также покраснение то есть изменение цветовой окраски кожных покровов так как изменяется кровоток в данной области и болевой синдром болевой синдром говорили раньше доллар более колер да да именно так в переводе с латинского rubber tumor color доллар это функцию леза краснота припухлость отечность и нарушение функции впоследствии вот данной клинической формы наиболее частой формой первоначальной при подагридических изменениях имеет место быть подагридическим приступом свойственных для артрита артрит поспалительное поражение синавиальной оболочки капсулы хряща и других элементов сустава сопровождающиеся болью и ограничением подвижности в нем существует определенный период когда заболевание не проявляется и человек чувствует себя достаточно спокойно в этот период и есть обострение когда вот четко есть уже вот все проявления активное заболевание да верно как правило кроме того что есть нарушение функции и клиника такие пациенты ограничены в передвижении если мы говорим о нижних конечностях например коленные суставы соответственно если ограничены не в подвижности то при визуальном осмотре естественно мы наблюдаем это большую отечность в данной зоне болезненность и если это первый приступ как мы сказали очень длительный по своему течению то он может не купироваться приемом против воспалительных препаратов то есть отечность держится боль покраснение также нет не сходит после приема препаратов и на фоне этого пациент отмечает что у него нарастает ухудшение исходя из этого соответственно прибегаем к дальнейшей диагностики при обращении такого пациента это что это непосредственно показатель уровня мочевой кислоты в биохимическом анализе крови биохимический анализ крови исследование которое проводится в лабораторных условиях и используется в медицине для выявления сведений о функциональном состоянии организма в целом и органов в отдельности впоследствии нам подтвердить тот или иной диагноз и будет способствовать назначению уже дальнейшей терапии и коррекции чем можно помочь пациенту для того чтобы снять его вот эти проблемы которые возникают значит до момента диагностики до момента диагностики пациент верно у себя может запада за подозрить пример ту же самую подагру но пока нет диагностики мы не знаем что это соответственно до дифференцировать с такими патологиями как артриты артрозы вторичные заболевания опорно-двигательного аппарата в первую очередь это самый банальный прием нестероидных противовоспалительных препаратов нестероидные противовоспалительные препараты это группа лекарственных средств обладающих обезболивающим жаропонижающим и противовоспалительным эффектами уменьшают боль лихорадку и воспаление данном этапе как правило боль должна купироваться купироваться то есть облегчить симптоматику надо симптоматически далее уже соответственно необходим визит к врачу специалисту для того чтобы уже дифференцировать но мы можем сказать что в принципе есть масса этих самых скажем рисунков где человек сидит у него ноги в этом самом в какой-то шайке и он их там держит и все это протекает вот именно на таком фоне то есть в период когда есть обострение это неимоверная боль потому что ну представьте как внутри у вас там находится там что-то острое постоянно разрезает ткани то есть эта болезненность конечно ужасная до исходя из этого пациенты применяют разные формы где-то таблетки где-то местной гели мази кто-то даже использует примочки вот здесь в принципе ну каждого свой метод до до того момента пока они обратились к врачу соответственно уже после того как пациент обращается к врачу специалист туда проводится диагностика и важно отметить то что необходимо отрегулировать в первую очередь рацион питания такого то есть мы должны сказать что для того чтобы лечиться нужно определенную соблюдать градацию то есть вот сначала нужно сделать это потом это или совместно вот это все сразу же ввести да если мы говорим о коррекции образа жизни рациона питания то в первую очередь правильно для лиц которые употребляют алкоголь это ограничено потому что ограничение уровня приема алкоголя любого алкогольного да спирта содержащего напитка приводит к тому что уменьшается фактор фактор который способствует именно к возникновению данной вот этой острой патологии то есть это провоцирующее явление второй момент так как это связано с азотистами мы сказали с белковыми да субстанциями ограничить суточный прием белка до пяти грамм в сутки исходя из этого нужно сказать что норма рекомендуемая вот это приблизительно для женщин там в районе 50 для мужчин районе 70 граммов то есть если 5 грамм то это вы сами можете представить насколько это должно быть жесткое ограничение верно да здесь также стоит отметить то что в период обострения не рекомендуется принимать целая богатую белковую пищу это необходимо исключить ограничения поваренной соли ну мы давайте скажем что что относится белковой пищи значит белковая пища что имеется ввиду в избыточном содержании мясо ну не только мясо могут быть и рыба молочные продукты и в принципе нужно сказать и о том что больше всего то белка содержится в сои в обуви бобовые верно то есть это горох это фасоль чечевица да все верно сказано тоже имеет место быть так как не всегда белок может быть именно животного происхождения есть еще белок и растительное происхождение здесь в период обострения необходимо конечно ограничить такой прием соответственно прием поваренной соли до 5 грамм в сутки ну и белок стараться либо исключить либо до минимальных значений потребления белка в сутки ограничить алкоголь категорически исключить вот в том числе во время уже назначения терапии тоже придерживаться определенной наистрожайшей диеты потому что диет это главный образ того что тем нормализуется именно функция силу то есть в принципе организм если ему дать возможность справляться с болезнью он все-таки если находится в компенсации он будет скажем адаптируется до регенерируется впоследствии важно также учитывать степень поражения клубочек аппарата почек то есть здесь необходимо также общий анализ мочи пациентам сдать и сдать для того чтобы оценить да то есть насколько функционирует у нас мочевыделительная система мочевыделительная система человека это система органов формирующих накапливающих и выделяющих мочу у человека состоит из пары почек 2 мочеточников мочевого пузыря и мочеиспускательного канала параллельно с этим сдается обычный клинический анализ крови до биохимии чтобы понять если сопутствующие хронические заболевания которые отягачают данное обстоятельство ну или не нужно сказать что в принципе подагра она не может появиться сама по себе вот так она уже появляется на фоне ряда заболеваний которые уже есть в организме до предпредшествующий фактор да то есть в принципе нужно следить за своим здоровьем и тогда это может в принципе дать возможность избежать этого заболевания еще нужно я думаю тоже обратить внимание на то что это все-таки есть и наследственные фактор в этом заболеваний потому что и как нормально скажем если нормально функционирует внутренние системы то как как правило они ну сейчас нет уже таких скажем люди не сидят на одном мясе они в принципе достаточно разнообразно питается если у вас появилась подагра значит у вас есть все-таки предрасположенность и в этом отношении нужно все время следить за своим здоровьем до учитывая нынешние реалии да это генномодифицированные продукты до виду инженерии генетически модифицированные продукты более известные как гмо генетически модифицированные организмы еще известные как генно инженерные продукты или биоинженерные продукты. Продукты, полученные из организмов, которые внесли изменения в свою ДНК с помощью методов генной инженерии. И тут, как правильно сказали, надо учитывать рацион питания, как говорится. Ты – это то, что ты ешь. Фраза в данном случае уместна. Также стоит отметить, ввиду того, что страдают, как правило, одинаковые мужчины и женщины, возрастная категория здесь от 40 до 55 лет. Где-то может встречаться и в старшем возрасте. Коррекция избыточной массы тела. Все-таки проблема ожирения здесь тоже имеет место быть. Все-таки очень большая нагрузка на суставы. И, исходя из этого, нарушается анатомическая особенность. Если есть нагрузка, значит, туда больше будет поступать крови. Значит, туда будет больше идти мочевой кислоты, и она будет, в принципе, скопываться. Плюс взаимодействие с так называемой синовиальной жидкостью, которая необходима для конгруентности, нормальной подвижности суставов. Синовиальная жидкость представляет собой вязкую, не ньютоновскую жидкость, находящуюся в полостях синовиальных суставов. Благодаря своей консистенции, подобной яичному белку, основная роль синовиальной жидкости заключается в уменьшении трения между суставным хрящом синовиальных суставов во время движения. Но это, соответственно, ввиду избыточной нагрузки может привести к дальнейшей поломке организма. Надо корректировать. Да, это большинству пациентов очень сложно, надо иметь силу воли, но, тем не менее, поддаются коррекции, и есть пациенты, которых в динамике мы таких ведем, ну, результаты вполне себе положительные. То есть, если человек выполняет рекомендации, которые им даются, то, в принципе, у него будет явное, если мы не скажем, что прямо он вылечится моментально, то у него будет явное улучшение, и у него этот межприступный период будет намного больше, и вот это все приведет к тому, что он будет вести более-менее полноценную жизнь. Да, верно. Также стоит отметить то, что большинству пациентов, верно, при подборе терапии, и когда пациент назначает уже, точнее, после назначения врачом определенной терапии, и пациент принимает уже препараты, главная ошибка многих пациентов, что на фоне длительности приема данного препарата, они могут вполне себе свободно нарушать погрешность. В рационе питания, в образе жизни нет. Все-таки лекарственная терапия – это одно, но в первую очередь надо помочь себе самому, то есть на уровне психосоматическом. То есть, понятно, сила воли, где-то взять себя в руки, то есть изменить, видоизменить образ жизни. Все это впоследствии, как говорится, один к одному, сыграет более комплексную, положительную роль именно в динамике заболевания. Давайте немножко прервемся. Как раз у нас сейчас будет вопрос телезрителей. Уважаемые врачи, у меня такой вопрос. Лечится ли подагра оперативным путем? Я бы сказал, что, в принципе, это очень редкое явление, когда приходится лечить данное заболевание оперативным путем. Ну, давайте спросим, что нам скажет. Спасибо. Смотрите, подагра. Если рассматривать как самостоятельное первичное заболевание, оперативным вмешательством оно не лечится, так как активных, абсолютных показаний к проведению оперативного вмешательства нет. Но если мы говорим об осложнениях данного заболевания и если у нас встречаются так называемые вторичные формы заболевания, то есть когда изначально после подагры, на фоне таких грозных осложнений, когда деформируются суставы, причем до такой степени, когда это артрозы. Артроз – это заболевание суставов дегенеративно-дистрофического характера с постепенным разрушением хрящевой и разрастанием костной ткани. В более таких терминальных стадиях, либо же, к примеру, там, артрозы определенной стадии, то есть тяжелые формы, то здесь, да, как правило, это либо может быть эндопатизирование суставов той или иной области. Как правило, здесь уже непосредственно консультация ревматолога по необходимости травматолога-ортопеда для того, чтобы произвести оперативное вмешательство с последующей реабилитацией таких пациентов. Сама подагра первично, оперативно не лечится. Спасибо вам большое. Давайте поблагодарим нашего гостя, Канана Максимова. И на этом мы заканчиваем нашу передачу. Будьте здоровы. С вами была программа «Доктор Плюс».